Здравствуйте, уважаемые подписчики! В этом ролике также постараюсь отвечать на ваши вопросы. И в этом ролике мы сравним два очень популярных наотропных препарата. Это глицин и наопент. Очень много вопросов на канале по этому поводу. Расскажи, объясни, в чем специфика, когда, что лучше. Вот в этом ролике мы постараемся разобраться, что по специфике важней, где какие особенности, поделюсь определенно своим опытом в назначении этого препарата и надеюсь, что эта информация будет вам полезна, доступна и интересна. Во-первых, начнем с того, что такое наотропы и вообще зачем я рассказываю о этой группе препаратов. Это препараты, которые направлено помогают нам, улучшая умственные, когнитивные, получаются функции нашего организма, работая с улучшением кровоснабжения, циркуляции нашего головного мозга и в ту же степень где-то в каких-то процессах решают определенные вопросы какой-то тревожности, переживания и других нарушений. И еще иногда бывает такая смешанная функция в лечении, получается, головокружения. Начнем со всем известного глицина, потому что один из очень популярных наотропов, наверное, самый популярный, потому что очень часто назначается, рекомендуется, но не все разбираются и понимают, как работать с ним и в чем его специфика. И не понимая, как правильно это все делать и как правильно принимать и назначать, соответственно, вы не получите должного эффекта, может, не получить его вообще. Начнем с того, что само действующее вещество – это глицин. Вспомогательные есть вещества – это стерат магния и метилцеллюлоз. Такое основное действующее вещество препарата является заменимая аминокислота. Она является таким медиатором нервного возбуждения. И благодаря вот такому своему составу глицин оказывает такое седативное действие. То есть он успокаивает. Также он улучшает обменные процессы в тканях головного мозга, что очень важно, потому что более качественно работает клетка, меньше каких-то побочных процессов и прочего, и процессы более эффективны и меньше, конечно же, клеточек гибнут. Лучше захватывается та же глюкоза, и она превращается в энергию АТФ, и, соответственно, лучше работают клетки тканей с лучшим показателем такого коэффициента полезного действия. Также повышает устойчивость организма к различным повреждениям, к различным повреждающим факторам, если можно так сказать. В том числе это гипоксия, когда клетки головного мозга из-за нарушения циркуляции кровоснабжения недополучают кислород питательные вещества и из-за этого могут погибнуть. Глицин – такой регулятор обменных процессов. Препарат повышает мозговую активность, поэтому очень часто я говорю, будьте очень внимательны, ноотропные препараты и разные стимуляторы витамины лучше все-таки вот второй прием, наверное, второй, третий, то есть последний прием, не позже 18.00, потому что есть риски, что вы просто не заснете. Снимает выраженность вот этих вот побочных эффектов и в симптоматике психоэмоционального такого перенапряжения, поэтому очень часто глицин назначается в практике, особенно опытными врачами, для такого вот снятия побочки таких препаратов, как психотропные, антидепрессанты, транквилизаторы и другие препараты. Нормализует сон. Благодаря, наверное, вот этому свойству и популярен этот препарат. Ну, многие не знают о других преимуществах глицина. Повышает настроение, что тоже очень важно, потому что большие нагрузки, эмоциональное напряжение, это все приводит к определенным уже таким неврозам и другим расстройствам. И благодаря вот, получается, той же простой иноотропной функции у нас есть возможность не принимать какие-то сильные антидепрессанты и получить такой хороший уже эффект по настроению. Да, он не будет совместим с эффектом антидепрессанта, даже близко, но на начальных этапах помощи организму некоррекция будет весьма кстати. И облегчает такие признаки климактерического периода, что тоже очень важно. Глицин, он используется в составе комплексной терапии очень часто, потому что как такой одиночный препарат, все-таки обманывать себя не будем, не обладает он прям вот такой очень выраженным каким-то эффектом, поэтому очень часто в сочетании с другими препаратами для того, чтобы добиться максимального результата. И в той же комплексной терапии в лечении каких-то обстиненных синдромов. Препарат снижает выраженность и все вот эти вот последствия черепно-мозговых травм. И на этапах восстановления очень часто назначаются после черепно-мозговых травм. Также назначаются очень часто на этапах восстановления при нарушениях мозгового кровообращения. Это все вот эти наши такие тяжелые заболевания, как инсульты всем известные, потому что как острое нарушение мозгового кровообращения не всегда знают. Ну и подошли к тому тоже, когда конкретно можно использовать глицин. Начиная с того, что при длительных психоэмоциональных напряжениях. Поэтому эта группа препаратов как наотроп, очень популярна и очень излюбленная такая группа препаратов нашими студентами и школьниками. При снижениях памяти и концентрации внимания тоже очень часто назначается, рекомендуется, поэтому помогает. И в этом случае это тоже, опять же, в копилочку тех, кто занимается наотропной терапией. Нужно понимать, что наотропные препараты не заменят вам реальные той работы по запоминанию, по изучению информации, по получению вот этого опыта и практики. Поэтому не обманывайте себя. Ну и, конечно, как я уже говорил, последствия – это острое нарушение мозгового кровообращения. И здесь могут быть и ишемические инсульты, когда вследствие нарушения кровотока есть нарушение кровообращения, и клетки недополучают кислородопитательные вещества. И геморрагические инсульты – это когда у нас происходит, к примеру, кровоизлияние и повреждение тканей клеток головного мозга. Как я уже говорил, раз нормализуется он, значит, одним из показаний будет бессонница. Также все вот эти эмоциональные напряжения, в том числе показанием будет невроза, энцефалопатия, и здесь у нас каких-то ограничений нет. Это энцефалопатия любого геймнеза, любой этиологии, препарат, который будет в помощь для восстановления, для работы, нормальной работы головного мозга. Лечение абстинентных синдромов, всех этих похмелий при той же алкогольной интоксикации. Вегетососудистая дистония довольно-таки часто, глицин, начиная от каких-то там ранних возрастных категорий деток до уже взрослых, получается, с вегетатикой. Головные боли, как правило, это головная боль напряженного типа и головокружение, то, о чем я уже говорил. Ну и артериальная гипертензия, вот эти вот гипертонические энцефалопатии, тоже все является как одним таким состоянием, когда очень часто назначается. Препарат принимается субболигвально, то есть это под язык. Дозировки, дозировки 100 миллиграмм, назначается по одной таблетке три раза в день. Иногда эта дозировка увеличивается. Это по усмотрению лечащего врача, поэтому не пугайтесь. Есть формы форте, которые отпускаются уже под контролем рецептурным. Есть формы обычные, то есть неусиленные формы. Поэтому иногда дозировка будет корректироваться. Как правило, курсы лечения длительные, как при любых наотропных препаратах, то есть довольно-таки долго вы будете принимать эту группу препаратов, потому что такой тоже определенный накопительный эффект. И первый результат будет уже, наверное, спустя, может быть, недели-две. Противопоказания. Здесь тоже огромное преимущество. Это тоже в копилочку, потому что препарат, исходя из этого, очень популярен, потому что таких каких-то огромных противопоказаний у этого наотропа нет. Нет. И из-за этого очень часто используется, потому что каких-то ограничений для него как таковых нет. Ну, наверное, одним из единственных таких ограничений будет все-таки такая индивидуальная непереносимость. Вроде все переносят 99%, но где-то один какой-то процент не переносит, и эта непереносимость, она у него индивидуальная и ничем необъяснима. Побочные эффекты бывают. Редко, но бывают. Это может быть и крапивница, гиперемия кожи, причем может быть такая вот довольно-таки выраженная. Видел такие варианты. То есть покраснение кожи довольно-таки выражено. Кожный зуд иногда бывает и вплоть до отеков к венке. Как правило, добиться какой-то такой передозировки, принимая этот препарат, особо не получается. Поэтому иногда даже смеюсь, потому что в попытках напиться этих таблеток используют глицин и ничего не получится. Поэтому иногда смешно бывает, потому что не все знают специфику препарата, не все разбираются в фармакологии, и смешно бывает. Какие могут быть как побочные эффекты вот таких передозировок? Это сонливость, это будет головокружение, может быть вплоть до потери сознания, такие тошно-рвотные состояния, неустойчивость стула, как огромный подарок, сухость во рту. Иногда бывают бронхоспазмы, то есть вплоть до каких-то таких анафилактических реакций и прочих вот таких вот состояний. Поэтому я не советую заниматься самолечением. Обращайтесь к специалистам, потому что, во-первых, неправильно подбираете препараты, неправильно используете дозировки, не тогда, когда нужно все это делаете и не так, как это правильно делается. Поэтому ни эффекта не получите, навредите себе. Ну и не знаю, кто от этого выиграет, поэтому обращайтесь к специалистам. Да, понимаю, что сложность со специалистами, не достучаться, не обратиться, не добиться, но по-другому никак, иначе вы просто сами себе навредите. А правильно поставленный диагноз и правильно подобранное лечение – это залог скорейшего быстрого выздоровления. Так, ну и сравним, получается, с ноопептом. В чем специфика ноопепта? Вот, ну, я думаю, сейчас прям сильно, прям так детально в подробности входить не буду, но расскажу о том, что тоже лекарственный препарат, тоже относится к группе ноотропов, ноотропных препаратов, обладает таким вот нейропротективным, то есть нейрозащитным механизмом, работает как антиоксидантное средство, это борьба с теми же вот свободными радикалами, защита нашего организма. И вегето-нормализирующее действие, это вот при всей вот этих, у всех этих вегетативных расстройствах нормализует действие и работу вегетативной нервной системы. Активное вещество препарата – это этиловый эфир, энфенил, ацетил, элоп, пролеглицин. Повышает устойчивость тканей к различным повреждениям, что его приравнивает так же, как и к глицину. При развитии тех же, получается, острых нарушений мозгового кровообращения, инсультов, вот наопевд здесь имеет специфику, что назначается с целью уменьшения объемов очага поражения. Это огромный тоже плюс. То есть получается, если у вас развивается какой-либо инсульт, если вы принимаете наопевд, очаги поражения и дальнейшие все эти осложнения будут меньше, согласно вот исследованиям, вот этим вот последним статьям, улучшает реологические свойства крови, восстанавливает память, все вот эти когнитивные, умственные процессы, как показания уже для вот такого препарата. Это и расстройство памяти, и расстройство внимания, как и глицинонарушения кровообращения, дисциркуляторные изменения. И здесь тоже дисциркуляторные изменения, различные этиологии. очень часто тоже назначаются в периоды восстановления после комы, на этапах восстановления после черепно-мозговой травмы. Важно понимать, что и глицин, и и наопепт, они способствуют улучшению мозгового кровообращения, улучшают мозговую активность, что очень важно, восстанавливают память. Оба препарата выпускаются в таблетированной форме. Глицин чаще всего все-таки сублегвально под язык. Сами таблетки, получается, наопепта, они обычно глотаются, но тут важно, чтобы было достаточное количество воды. Очень близки по эффектам, по специфике. Есть немножко свои особенности, но в целом здесь какой-то вот такой огромной, получается, разницы не будет, потому что они оба натропные препараты, и по показаниям в целом очень похожи. Немножко чуть-чуть своя специфика, но в целом одинаково. Надеюсь, получилось ответить на вопрос. Задавайте, постараюсь ответить. Возможно, следующий ролик сниму на ваш вопрос. Делитесь, потому что информация будет полезна не только вам, но и вашим близким. Подписывайтесь. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok